Всем привет! Вы слушаете подкаст «Порно» — развлекательный проект о порноиндустрии. И в студии с вами ваши ведущие. Дарья, это я и мои дорогие друзья и коллеги Паша. Ну, здравствуйте. И Денис. Ну, приветик. Вот, теперь... Да, а ты звучала, как сейчас настоящая ведущая новостей. У тебя была прям такая же интонация голоса. В районе Северском. Офигеть! Установили памятник. Сами знаете, чему. Сами знаете, чему. Да. Сегодня у меня, значит, случился небольшой исторический инсайт. Знаете, много в интернете всяких историй про то, что вот в древности там фалос и не фалос, и всякая такая вот историческая история. Вот, но оказалось, что древняя порно очень долгое время игнорировала историю. И я за это зацепилась... Типа его нет. Да, как будто бы его нет. И я за это зацепилась и решила сделать из этого тему нашего сегодняшнего выпуска, к которой мы перейдем, как только Пашенька расскажет нам свои новости. Обожаю я вот эти, когда звезды у нас в повестку попадают. Вот прям общепринятые звезды, не из индустрии. У нас вот Гвинт Пелтроу со своими... Свечами. Да, сами знаете, с каким запахом, хотя по факту совершенно с другим, как мы, напомним, из состава. А вот теперь Кристина Агелира нас порадовала. Да, 42-летняя певица была назначена соучредителем и главным бренд-менеджером компании Playground, выпускающей лубриканты. Интересно. Вот, бренд предлагает 4 вида лубрикантов на водной основе. Ну, дальше Perfect English, как всегда, Love Sesh, без запаха, After House, с ароматом мускуса и удового дерева, чтобы это не значило, Mini Escape, с кокосом и сандаловым деревом, а также Date Night, с эссенцией ванили. Блин, Паш, я так ждал, что ты скажешь запахом Кристины Агелира. Ну, когда... Ну, вот она сама заявила, что очень в ней находит отклик все, что связано с Playground. С сандаловым деревом. Далее прямая речь Кристины Агелиры. Мы все говорим о наших процедурах красоты и уходе за лицом, но нет ничего важнее того, что находится у нас... Между ног. ...ниже талии. Вот как! Понятно! Это эпицентр каждой женщины, заявила певица. Неплохо. Поэтому вот как вот такие ребята, значит, как говорится, требуйте на кассах в любом магазине. Да, для моего эпицентра срочно. Я просто очень впечатлительный человек. И что Паша сейчас сказал последнюю часть своих новостей, и я прям проникся. Вот согласись, то, что у тебя не житалий, уже звучит нихуя себе как, и то, что эпицентр каждой женщины. Нет, эпицентр каждой женщины звучит неплохо. А то, что у тебя не житалий, звучит как будто мы боимся сказать слово вагина или гениталии. Хотя бы, возвращаясь опять же к Гвинет Пелтру, она вообще ничего не боялась, назвала себе продукт прям вот так вот. Моя вагина. Моя вагина, да. А тут, значит, эпицентр какой-то там женщины. Что это? Так уже за эфемизмы пошли. Ну, видишь, смазка – это же всегда около секса. Почему около секса? Смазка – это непосредственно уже сам процесс. Я тебе про рекламу. То есть маркетинг всегда строится, что это вот как можно и массаж поделать, можно и лизнуть, но и можно и туда попасть в целом. Не знаю, мне кажется, свечки там, какие-то ароматические штуки еще, да, но смазка, ты ее… Ну, конечно, в интернете много статей о том, 10 способов, как использовать смазку, да, в несандартных условиях. И для уклазки волос, наверное. Да, и для смягчения локтей, и для обветриванных губ, и все такое. Дорогой, подожди, смажу локоть, блядь. Ну, это если ты купил вот этот 50-литровый баллон, как там было на Азоне, тогда да, можешь, конечно, использовать и в быту, и пол натереть, паркет, или что там у тебя, и картошку пожарить, чтобы все легко шло. Хотя на водной основе что там жарить-то. Быстро смыл. Далее любимая наша платформа OnlyFans, которая всегда нам новостью привела. Вот кто-кто, а каждую неделю на OnlyFans появляется какой-то новый чайчик. Ну, в основном это женского пола люди, да, прекрасные дамы, ну, или другие всяческие дамы. А в этот раз вот вполне себе мужчина. И вообще очень неоднозначный, потому что завел он, значит, себе OnlyFans. И вместо того, чтобы там вот эти все непотребства показывать, объявил челлендж по набору веса до 343 килограмм. Ну, в другом источнике написано, что до 320, но я думаю, тут не сильно. В целом цифра 300 смущает. Да, не сильно как бы принципиально. Вот, на данный момент он весит 160 килограмм. На полпути. Поэтому, да, как бы. И ежедневно съедает по 12 тысяч калорий. Ебануться. Естественно, игнорирует полезную еду и, значит, кушает все вот это вот бургерсы эти ваши, булки, конфеты. Я бы сказала, что это челлендж, как побыстрее сдохнуть. Вот, я тоже, я удивляюсь. Вот, обычно я показываю, но если интересно, вот так вот. Я сейчас гляну, гляну, Паша. Конечно, не как дама из прошлого выпуска, которая ухаживает за лошадьми. Чуть как бы, да. Ну, такой пузанчик, да? Ебать, пузанчик. Ну, в смысле, там, как будто он три арбуза съел. Четыре. Поэтому, ну, вот такой контент там тоже есть. Паша, нет статистики по его донатикам, подписочкам, ничего такого? Ну, пока нет, но я так думаю, мы в любом случае что-то узнаем. Слушайте, а цель? Вот, допустим, женщина с лошадьми на благотворительность лошадиную отдает. Женщина с домами на благотворительность социальную. А жирный чувак, который пытается потолстеть. Ну, я думаю, он просто на еду это тратит. 12 тысяч калорий. Это как минимум дорого. Да, как минимум не дешево. То есть человек сидит с лазьминями и ест. Лучше бы дорочил. Ну, слушай, кстати, да. Ну, просто если так подумать, вот мы с Пашей, ну, при лучшем случае, опять я тебя приплетаю к этим историям. Ну, 4 тысячи калорий максимум мы можем ебать. Это с учетом пива, не знаю, бутербродов, яичных... Сколько калорий может ебать Денис? Типа, а 12 тысяч, это реально надо есть и не выходить из кухни. Да, мне кажется, я в принципе... Не выходи из кухни, не совершай ошибку. Я, в принципе, за свою жизнь съела примерно 12 тысяч калорий. А мне, извините, уже... Или еще даже предстоит. Да, только предстоит достигнуть этой цифры. Человек в день. А сил, значит, значит... Долбоевизм. Как бы да, не советуем, потому что явно ничем хорошим для здоровья это не закончится. И для кошелька тоже. Вот. Дети в Африке голодают. О! Пошли. Подъехали, аргументы. Дизмораль. Дальше поехали, тут уже, опять же, скандал. Да не с кем-то, как бы с самим Дональдом Трампом, бывшим, значит, президентом Соединенных Штатов Америки. Что-то спорно связано. А что, отмена отменилась? Более чем. Оказывается, ну, там все проскакивали какие-то новости про то, что его там уголовно будут преследовать. Ну, то по каким-то документам, что он из Белого дома забрал. Ну, там по вот этим политическим вопросам, в которых мы как бы... А тут порно, очевидно, да? Тут как бы большое жюри присяжных Манхэттена. Мне так нравится, как у них вот называются все эти органы. Большое жюри присяжных Манхэттена, дамы и господа. И там в бачочках вот этот такой аккуратно уложенный судья сидит, кто там. Да. Значит, проголосовало это самое большое жюри присяжных за предъявление Дональду Трампу обвинений о выплате порнозвезде «Сторми Дэниелс». Так вот, известно, что экс-президенту США вменяют тяжкую статью. Предполагается, что перед выборами 2016 года его юристы передали порнозвезде «Сторми Дэниелс» 130 тысяч долларов за молчание о ее романе с женатым Трампом в 2006 году. Но при этом все знают, что у Трампа был роман с порнозвездой. Правда? Поэтому бабки так себе потратили. Это вот как это, воду в решете носить и, значит, шило в мешке утаить. Это вам в США, значит, наши русские послательства и поговорки. Помните, у нас выпуск был про сплетни из жизни порнозвезд? Я вам рассказывала. Там, в частности, в подворке, которую я собирала, там был Дональд Трамп и его отношения с порнозвездами. Но я решила их не включать, потому что я подумала, но об этом все знают. Да нихуя! Теперь даже большое жюри Манхэттена. В 2006 мне было 10, я в целом не мог познать это. А потом я даже не знал. Дальше о, значит, людях, которые нанимал Трамп, и как они способны хранить тайны. О выплатах в 2018 году рассказал экс-адвокат политика Майкл Коэн. Нормально. Знаете что, я с вашими этими адвокатскими тайнами, знаете, зачем оно надо. Крутил я их. Да, так вот, расследование запустили, поскольку компания Трампа обозначила передачу этих денег в документах как оплату юридических услуг. Обожаю вообще. Стоюми Дениас его как-то консультировала. Заплатите ей как адвокату, да. Пашуль, есть вопрос? Нормально. Как юристу? Как юристу. Вот скажи, в целом Дональд Трамп просто дал денег девушке. За что его судят? Ну, что происходит? Так вот, если бы ты мне дал дочитать новость, возможно, у тебя бы и отпал этот вопрос. Потому что следователи расценивают это как намеренный подлог финансовой документации. Сам политик отрицает как связь с Дэниелс, так и свое отношение к полученным ею выплатами. Однако он признал, что давал деньги Коэну, то есть вышеупомянутому адвокату, на основании частного договора. То есть судят его не за факт передачи этих денег, а за факт того, что он эти деньги отобразил как юр-услуги. Ну, как провел их, да. А по факту просто заплатил женщине за то, чтобы она молчала о том, что были у них, значит, отношения. Вот и попробуй просто в юрлице снять деньги с карточки и принести, блядь, человеку. Вот отчетность подготовь, еще в суд потом попади за это. Это политик как бы. Ох уж эти антиотмывочные законы, действительно, не дают нормальным пацанам. Руки нам скручивают. Да, 130 тысяч, блин, значит, бывшей зазноби. Вот это просто так отдать. Так что вот такие вот, ребята, дела. Интересно. Ну, еще же там, да, история про то, что за какое-то молчание он ей заплатил. Ну, да, 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 да. Она-то реально молчала? Мне просто интересно. Да, мне кажется, Сторми Дэниелс, вот ей вот реально поебать вообще, что там продают, кто, ну, у нее много дел. Ну, на самом деле тут надо сказать, что у нее прям перезапуск этой карьеры состоялся в 2018 году, потому что Порнхаб делает несколько инфографик с запросами ее фамилий, там, с пары тысяч запросов до десятков миллионов. Возросла выдача, да, по запросу ее фамилии. Она там возглавила топ, обогнав даже Лану Роудс в каком-то там рейтинге. И согласно статистике Порнхаб на 21 марта 2023 года на фоне новостей об этом всем число запросов Дэниелс выросло на 21 655%. Я бы на ее месте такая, ну и что. Сейчас она вообще, в принципе, очень хорошо себя чувствует в индустрии. Она там выступает и как сценаристка, и как режиссер, участвует в подкастах, ходит там, рекламирует какие-то продукции, значит, выпускает автобиографию. В общем, все у нее шикарно. Ну, как, собственно, и у Дональда Трампа, который, напомню, пытается повторно стать президентом, да, и тоже, в принципе, не видит особо проблем, ну, заплатил, заплатил. Пускай юристы разбирают. Можно немножко политических сплетен. Это были инвестиции, надо было сказать. Инвестировал в карьеру молодой, подающей надежды порнослистом. Ну да, может, она там, это самое. Он сейчас станет президентом, он ее возьмет на какую-то должность. Ну, надо. Например. Я просто хотел сказать, что Дональд Трамп настолько сильно держится за желание и возможность быть президентом, что есть слухи, что все, что сейчас произошло в Америке с банками, вот эти вот банкротства, не банкротства, это дело рук вот его. Это очень интересная тема для подкаста порно. Прямо я готова обсудить этот момент. Я к тому, чтобы если это все началось именно с тех 130 тысяч, которые... Это нас касается. Я когда-то дал порноактрисе 130 тысяч долларов. А потом весь Волл-стрит рухнул. И обрушил мировую финансовую систему. Как вам такое? Илон Маск. В 2008 году там что-то ипотечные кредиты, свапы, там какие-то займы. А тут вот все просто, ну... Просто поддержал девочку. Так вот, о чем я сегодня хотела с вами поговорить. О том, какой порнография была в древности. Мы с вами в некоторых выпусках частично касались вопросов того, что там порнография началась с наскальной живописи, что тема секса волновала человека на протяжении всей истории его существования. Но интересный факт, что мы начинаем узнавать о древней порнографии, на самом-то деле мы, я имею в виду человечество, в очень конкретном веке, например, в 19-м. Это становится информацией, которая доступна для людей. То есть до этого времени как-то не особо транслировали то, что есть порнография, что ею увлекаются люди и что увлекались ею вообще-то со времен царя Гороха. И начать, собственно, хочется с того, что само понятие порнография появилось как раз-таки в 19-м веке в викторианскую эпоху, когда происходит некий такой сдвиг парадигмы, и вы удивитесь на основе, чего он вообще произошел. Об этом я расскажу чуть позже. Сейчас сначала про сам термин. Что термин порнография имеет древнегреческие корни. Я думаю, вы как бы там графа вся вот эта херя... Ну, графа пишу. Ну, вы шарите, да? Графа пишу, да. Вот. Этот термин появляется в английском словаре медицинском в 1857 году и, собственно, обозначает весьма нейтральное описание статей на тему проституции. Вот. То есть ничего там какого-то соблазняющего или стимулирующего возбуждения не было, просто медицинский термин. Вот. Но негативную окраску он получает в этом же веке, но немного позже. Вот. Когда у общества появляется необходимость как-то регулировать, собственно, порнографический контент. Вот. С чего вообще все началось? Как раз вот в это время, в этом веке, археологи случайно откомпали Помпеи. И выяснилось, что в древнем мире, в этом нашем благородном, богобоязненном, эстетичном, на самом деле было очень много пошлятины. Вот. Археологи, значит, раскопали эти фрески, эти картины, эти вазы. Выяснилось, что в среднестатистическом доме среднестатистического помпейца, или как там его называли? Помпенчанина. Помпенчанина, да. Значит, Помпеньбурца. Помпейбурца. Да. На стенах его дома висели картины, причем во всех комнатах, даже на кухне, изображающие разного вида половые акты с разной степенью раскрепощенности. Это было модно, это было почитаемо, это было классно. Что сегодня сочли бы дурным вкусом, тогда было, как бы, ну, показателем какой-то твоей культурной просвещенности и глубины, значит, твоей, твоего интеллекта. Я за всеми скрытыми описательными частями проебал, что на стенах висит что-то? Картины, ну, фрески, картины с порнушкой, да, разного такого формата. Вот, обнаружили. Собственно, что дальше происходит? Археологи охерели, как бы, это произведение, ну, как уже считается, историческая ценность, там, произведение искусства, что-то древнее, античное. Уничтожить нельзя, нужно спрятать. Ну, и людям показать, как бы, ну, и людям показать, как бы, неприлично. Вот, стыдно, да, людям показать. Поэтому стали, короче, это все оформлять в музеи, прятать, и вот, в частности, в Италии есть национальный археологический музей, в котором есть помещение под названием тайный кабинет или секрету. Ух ты. В этом тайном кабинете, собственно, как в фильме «Ангелы и демоны», вот в этом Ватиканском музее хранятся, в общем, исторические... Порнучные картинки? Да, исторические доказательства того, что порнография была и в древности, да, вернее, даже сказать, в античности. Вот, и как только вот этот конфликт интересов произошел, все это попрятали, назвали искусством и благополучно забыли, в этот момент появляется такое понятие, как порнография, вот в таком виде, в котором мы ее знаем. Это что-то, что вот как бы не соответствует текущим ценностям общества. Вот, но как уже стало понятно, раз порнография была в Помпеях, значит, она была и в других местах, не менее более древних. И я собрала для вас небольшую подборку интересных фактов о том, как порнография проявлялась в древности в разных местах нашей планеты. Вот, в частности, в Древнем Китае, чтобы более конкретизировать, речь идет об самой продуктивной, скажем так, с точки зрения эротического творчества эпохи китайской культуры, это династия Хан 206 год до нашей эры. Очень давно. Давно, да, далековато, я бы сказала. Вот, собственно, в этот промежуток времени создается очень много порнографических произведений, в том числе это литература, то есть книги, учебники по тому, как вести себя в постели. Тут, если вдруг у кого-то сейчас вспыхнет воспоминание о Камасутре, я сразу вас прерву, потому что Камасутра рядом не стояла. Вообще, да, распространенный миф о Камасутре, мне кажется, для Дениса Бесядина это будет сейчас новостью, то есть на самом-то деле Камасутра это не книжка с экспозициями, в общем-то, это книжка, да, именно об устройстве быта, о жизни людей. Но не только с экспозициями. Да, да, и сексу там посвящен всего лишь один из семи разделов. Это такой индийский домострой. Я читал эту книжку. Читал книжку. Да, но только я читал, скорее всего, современную интерпретацию. Ну, наверняка. Ну, оттуда выкинула. Ну, на санскрите ты же не разговариваешь. На чем, на чем? На санскрите. Нет. Вот, да, то есть в отличие от Камасутры в китайских учебниках по сексу были весьма конкретные инструкции, посвященные конкретно сексу, поведению в постели и, в общем, всякой разной эротике. Помимо этого, ну, вы все помните, да, ну, как бы сами видели эти фрески с этими всякими там осьминогами и прочими историями. Хотя это больше японская история, но не суть. Там они еще, как бы, да, выделили, ну... Ну, под одну гребенку, да? Шу-то-шу-то. Да. Вот. Но еще интересно, интересный факт о китайской культуре и порнографии заключается в следующем. Значит, каждый зажиточный, скажем так, аристократический представитель китайского общества всегда носил с собой эротическую картинку. Что-то типа вот фоточки, да? То есть там было какое-то изображение эротическое. Вместо фотографии семьи в кошелечке. Да, вместо фотографии детей с собакой вот эти, да, там, значит, была какая-то пикантная картинка, и можно было в любой момент на нее посмотреть, там как-то там дальше развивались события, это уже история умалчивает, но не суть. Эти картинки разрешалось носить только знатным персонам, только богатым людям. Да, есть на это причина. Во-первых, книгопечатание, в принципе, да, типографическая деятельность в Древнем Китае, сами понимаете, была не в самом расцвете. Не то, что типография в каждом подъезде, да? Сегодня, да, да. Быстрая печать фото. Да, да, да. Да, это все стоило очень дорого, потому что бумага и любые другие там, краска, чернила, все это было очень качественным, очень дорогим, поэтому буквально чуть ли не по букве печатали каждый вот эти, хотя что там эти буквы на этих картинках, там же важно изображение. Визуализация. Да, вот. Поэтому, во-первых, бедные не могли себе просто позволить эту картинку, но есть еще один более любопытный факт, что казалось людям Древнего Китая, что если неграмотный, правильно невоспитанный человек, непросвещенный вдруг увидит такую картинку, у него случится культурный шок. Вот. Поэтому людей ограждали неграмотных и бедных, да, от порнографии. Они же не размножаются. логика прям охерительная. Порнография была только для богатых. Вот. И потом, да, уже впоследствии с развитием, в принципе, азиатского порно, скажем, это так, когда это стало достоянием общественности, появляется у азиатов цензура. Потому что считалось, да, что, ну вот, соблюдали эту традицию, что все, кроме богатых, они как бы не могут на это смотреть себе без цензуры. Вот. Поэтому цензура появляется тогда, когда порно становится массовым. До этого цензуры не было, оказывается. Вот такой интересный факт про Китай, да. Казалось бы, до нашей эры, там, хер пойми когда, а уже было. Капец, 206-й год, 206-й год. Да, в нашей эры. Да, он там, как в этих... Это, считай, минус 206-й год. Там же в другом направлении идут отчеты, да, то есть там 206-й тире 24-й годы в нашей эры. Но это эпоха, именно династия хан, то есть длилась вот столько лет. Все равно, почти 200. Да. Вот, такая вот история. Интересные вещи происходят и в Средневековье. Вообще, учитывая, что в Средневековье, сами понимаете, очень богобоязненное время, когда там всякие гонения, и все такое прочее. Но, тем не менее, порнографию производят и в это время. В частности, Леонардо да Винчи. Картина Леонардо да Винчи. Вроде бы как бы... Но больше анатомическая. Анатомическая, да. Но, как бы... Это же... Почему анатомическая? Чтобы не взяли за жопу. Это что? А это я иллюстрации к учебнику сделала. Это что? Это не порнография? Я как бы... Короче, куда он суёт? Я понимаю, что это что-то женское. Это влагалище. А вот там матка начинается. Это типа в разрезе. Нет, я понимаю, что это анатомический рисунок. Просто он не до конца изобразил женщину. Ну, получается, да, ножек не хватает, ну, там, такого. Ну, вот шейка матки, куда головка подходит. Это-то я понимаю. А что ты спрашиваешь тогда, если понимаешь? Ну, просто не хватает. А, там даже сися есть на рисунке. Всё. Даже сися, да. Ложная тревога. Да, сися нашлась. Да, это точно, да. Вот, такая анатомическая картинка вроде бы как, да, под эгидой медицинских всяких там этих производится порнография. Эта картина называется, кстати, Саити. Вот, то есть как-то так просвещается народ через живопись. Вот. Что ещё интересного происходит? Процветает проституция. Почему? Тут тоже очень интересный факт. Как история игнорирует вообще любой сексуальный подтекст. А в Средневековье считалось, что проститутка – это вообще как бы получеловек. Не стоит считать её за полноценную единицу общества. Поэтому секс с ней был разрешён, не считался грехом, потому что, ну что она? Ну, просто как бы предаток. Как тряпочка просто. Да, предаток человека. Вот. Как этот гомункул. Блядь. Какой кошмар. Да, поэтому, то есть была вот такая лазейка в законе, и это как бы с точки зрения средневекового права некий прецедент, что, оказывается, можно, если очень сильно хочется, если ты готов на себя взять определённые регалии. Вот. Поэтому проституция процветала. В общем, вот такая история происходит в Средневековье. В принципе, ничего удивительного, но ещё раз подтверждается тот факт, что, как бы с точки зрения истории, мы немножечко так призакрываем глазки на какие-то факты. Эротика была, порно тоже было. В эпоху просвещения, естественно, происходит много всего интересного. Появляются разные мыслители, там, да, вот это всё, значит, литература, всё развивается, искусство. Вольномыслие появляется. И, собственно, взлёт порнографического искусства, текстов, в частности. Картины. Да, происходит именно в это время. А что начинает происходить? Философы, значит, вот те самые, которые магнулия, говнулия, магнулия, вот это всё, да? Могу ли я, хочу ли я. Да, они, значит, пишут некие порнографические трактаты, истории, да? Выступают на площади перед честным людям, рассказывая свои вот эти непотребные истории. Никто их за руку не ловит. Никто им ничего не приземляет. Никаких вообще не происходит никакого смущения. Подожди, эротические рассказы рассказывают? Никакие эротические рассказы. Ну, там разного рода, и патнографические, и эротические. То есть кто-то рассказывает про какую-то физиологическую часть, да? Кто-то именно с точки зрения философии. Кто-то прям делится историями. Типа я и ёвы, а она мне... Ну, истории спальни. Очень похоже на эпоху просвещения. Да, очень похоже на философов. Милые господа, послушайте. Короче. Да, то есть это прям порно-произведения, которые люди на большую массу транслируют. А люди что? Им хлеба и зрелищ подавай. Особенно в эпоху просвещения. Помимо философов, которые пишут свои произведения... Кстати, кстати, да, к слову пришлось, в Париже есть некий такой латинский квартал, и по легенде исторической, да, там собираются всякие разные художники, писатели, поэты, вся вот эта вот сливки, так сказать, просвещенческого общества, и они там пишут, сочиняют, значит, эти трактаты, и потом их печатают там же в этом квартале, и выходят с ними потом... В массы. Вот, к открытому микрофону. Да. Вот, помимо этого, конечно же, рисуются картины. И вот эпоха просвещения в плане картин – это очень важный исторический момент, потому что как раз-таки в это время рисуются все вот эти вот картины, которые сегодня приводятся как аргумент всяким разным людям, которых преследуют по закону за распространение порнографии, коей она не является. Мы все знаем истории, да? Вот, это как раз-таки вот именно этот исторический промежуток всегда педалируют разные активисты, историки и так далее. Потому что вот эти картины, которые рисуются в это время, они откровенно порнографические, эротические, ну, соответствующего контента, но их мы как бы за порнографию не считаем, мы их называем искусством. Я даже нашла сегодня в интернете цитату одного искусствоведа, Эдварда Люси Смит, который рассказывает, почему так происходит. Я вам зачитаю сейчас. Чем больше имеешь дело с историей искусств, тем больше понимаешь, как много в древнем искусстве непристойности, на которую мы закрываем глаза, помещая объект в музей и говоря, что он прекрасен. С XVI века, когда обнаженная женская натура приобрела особое значение, в искусстве доминировали мужчины, смотрящие на женщин. И все принимали это положение вещей, и никто не разглядывал картинки, чтобы определить их сексуальное содержание. «Наше общество странным образом единодушно игнорирует эротику и даже порнографию в так называемых произведениях искусства, тогда как из-за современной продукции, не всегда столь же откровенной, мы поднимаем ужасный шум». То есть, действительно, как-то так консолидировалось общество, что мы, не знаю, то ли чтобы не испытывать этот испанский стыд, то ли чтобы не признавать, что мы действительно настолько пошли и развратны. Да, то есть вот это, ну все, что касается истории, это же всегда подается под эгидом чего-то, но это великие были дела. Это вот Ярослав Мудрый, Владимир Ясный, Солнышко. Я хочу уточнить, неужели эти картины действительно были столь откровенными, что вызывали такие вот изыскания, не изыскания, а высказывания. Слушай, вспомните, пышные дамы, у которых прям видно вообще все и везде. Ну смотри себе, картина, допустим, на которой изображена женщина с обнаженной грудью, и вокруг нее куча мужчин, и один из мужчин держит такими железными щипцами ей соски. Это в древнем искусстве? Ну почему в древнем искусстве? Я сейчас не назову автора картины, но это эпоха Ренессанса, когда творились все вот эти самые легендарные картины. Ну как это, по-моему, это картина такая повседневная, или все-таки сюжетик немножко попахивает БДСМ? Попахивает БДСМ, причем жестким. Да, в принципе, тут даже речь не о том, что, понятно, там не порно-картинки, типа не скрины сайта, где там, не знаю, закатанные глаза, забрызганная лицом сперма. Конечно, не про это идет история. Забрызганная лицом сперма, ты сказала? Да, забрызганная лицом сперма. Ну известный сюжет, да. Ну вы поняли, короче. Ну заговорилась, ну можно потом. Да нет, 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 это мило, мило, да. Вот, такой вот, как этот, каламбур. Конечно, не про это история. Ну блин, обнаженное тело, там, прикосновения, или какие-то сюжеты, типа там, тот же Куколдинг, или какие-нибудь звери вообще там окружают. Ну, сама, да блин, рождение Венеры, Микеланджело? Не уверен, не знаю, не настолько разбираюсь. Ну не суть, короче, вы все поняли, рождение Венеры. Стоит обнаженная женщина в ракушке. В ракушке, да. Ну чисто Анапа 2007 на пляже, да, на нудистском. Ну как бы, это же тоже. Казантипы, искусственные виды такие, кто нас слушает, многочисленное количество народа такие, что, какая Анапа 2000? Начиная с Микеланджело. Что ты рассказываешь? Ну да, то есть как раз вот эта вот элита их там, что там был, Микеланджело, Леонардо, Рафаэль, Боттичелли, кто там еще из черпяшек, не знаете. Донателло. Донателло, да, вот. То есть как раз, ну они же все творили, да, примерно такое. То есть это было популярно, это было модно, это как раз-таки вот отсылает к вот той вольнодумности, свободе, переосмыслению женской красоты и мужской тоже, переосмыслению древнегреческих сюжетов, которых было очень много порево, разного, многонационального, многополового и так далее. Все это вот переосмысляется мудрецами, светлыми умами просвещения. Такое ощущение, что люди, ну вот, раньше были даже развратнее, чем сейчас. Да, есть такая, кстати, ну, не гипотеза, но, как сказать, такой вот вброс сегодня есть, да, что действительно мы, наоборот, стали более закрепощенными, потому что тогда никто не... Но вот в древнем мире никто законодательно никого не шпынял, то есть все было доступно, это было способом самовыражения людей, раскрытием своей сексуальности. В принципе, секс как неотъемлемая часть нашей жизни, даже, ну, можно сказать, витальная ее часть, да. Вот, а потом мы прошли, там, через Средневековье, через вот эту викторианскую эпоху, очень чопорную и законсервированную. Вот, потом, ну, 90-е, сами понимаете. Ну да. Сразу, да, после викторианской Англии, у нас сразу 90-е, как раз когда тяжело было. Ну, то есть много чего произошло и с искусством, и с порнографией в том числе, что заставило людей пересмотреть как-то свои собственные сексуальные взгляды. Поэтому я вполне могу подписаться под гипотезой, что мы сейчас намного более скромные, чем были когда-то. Но это уже больше вопрос психологии, нежели культуры, потому что тут, как бы, сами понимаете. Вот, значит, да, вот эти картины, значит, рисуются, никто не обращает внимания, все нормально, всем все нравится, ставим, значит, в музей. И еще один очень важный момент, почему порнография игнорируется, да, с точки зрения истории, почему вообще появился вот этот вот глобальный запрет, да, почему это стало чем-то плохим, потому что в какой-то момент люди поняли, что порнография является еще и инструментом политических манипуляций. И происходит это все не с Дональдом Трампом, однако, да. Но не с ним первым. Да, он не первый, не он последний. Происходит это как раз-таки вот с Людовиком, например, 16-м. Где он там замечен был? Да, Людовик сам нигде не был замечен, что странно, да, фигура тоже весьма одиозная. В то время были популярны порнографические памфлеты. Вот я рассказывала, да, что люди выходили на улицу, писали там все вот это. И была у Людовика 16-го жена Мария Антонетта, не менее известная, чем он сам. И, собственно, ей приписывали и связи с братом короля. Ой-ой-ой. И со служанками. Называли ее публично нимфоманкой, предательницей идеалов любви и семейных ценностей. В общем, публично ее поливали грязью. Если вы видели сериал про Екатерину Вторую, американскую сделали. Великая. Великая, да. Там был как раз сюжет про то, как она принесла станок печатный, желая просветить за черствелых, значит, чумных русских, вот. И они стали печатать вот эти вот памфлеты юмористические. Один из памфлетов был про то, что, значит, Екатерине Второй отлезал козел. А! За эту печатную машинку, блядь. Да. Ну, там не стоит воспринимать серьезно. Буквально, да. Весь сериал, он через сатиру и призму вот такого гротеска снят. Хотя, ну, типа, он прикольный. Да, то есть люди как-то подшутить, полить грязью власть любили в то время, да. Но тут как бы в какой-то момент вот эти все памфлеты, обсуждения, сплетни у Марии Антонеты вышли настолько вообще за рамки, не знаю, осознаваемого, плюс еще французская революция была как бы примерно уже в разгаре, что все закончилось тем, что ее просто казнили. Объявили, да, развратницей и предательницей Родины и казнили, собственно, голову ей отрубили на площади Согласия. Вот такой небольшой исторический факт. Вот. И с тех пор порнография в Европе стала запрещаться, потому что... Ибо нехуй, да. Да, имела некий политический... Как инструмент политического влияния, она имела силу. Вот. И дальше, конечно, история тоже, да, развивается весьма активно. Там и Маркиз де Сад и так далее. А им вдохновлялись там такие люди, как Генри Миллер. Дальше, ну, это уже просто не совсем древность, поэтому я об этом говорить не стану. Вот. Сами почитайте, если интересно. А можно опять долбоебистский вопрос? Ну, попробуем. Про порно, которое запрещается в современном мире, что в целом мы как бы запрещаем смотреть до 18 лет? Это порно, по крайней мере, на территории России. Что стало первопричиной, что может случиться с головами юных людей, если они посмотрят порно? Слушай, ну, твой вопрос, конечно... Ну, вот он лбоебистский, да, я понимаю. Я не знаю. Вот что угодно. У нас запрещено лицам до 18 лет смотреть по... Ну, хотя мы это порицаем и вообще не советуем. Нет, это... Нельзя изготавливать, нельзя распространять. Вот. А какая подоплека? Ну, неокрепший детский ум неправильно воспримет показанное на экране, получит психологическую травму, которая впоследствии ему не даст нормально развиваться. Функционирует дальше как личность. И, ну, к определенным процессам он будет относиться девиантно и, соответственно, не станет в этом плане полноценным членом общества. Я думаю, что логика такая. Чисто психологическая получается. Ну, подождите. Вообще все, что связано с детством и с детьми, оно рассматривается через призму, в первую очередь, психологического и... Развития. Да, психологическая зрелость и возможности нести ответственность за свои поступки. Почему? Ну, типа, это же взрослый контент, да? Адалт-контент считается для взрослых. Но и кредиты детям тоже не дают. И права детям не выдают. Потому что, ну, очевидно, ребенок не способен... Не окрепше дальше. ...когда распоряжаться своей жизнью еще. Психологический аспект, конечно, безусловно. Ну, так вот, что стала первопричина? Не знаю, был ли какой-то ребенок, который вот посмотрел, и всем стало понятно. Тут, опять же, вопрос к психологам, педагогам, и это должна быть комплексная экспертиза, как, что влияет. Потому что у нас вроде периодически возникают вопросы, а давайте какие-то азы полового воспитания или там первичной половой гигиены начнем в школе рассказывать. Но мы упираемся в том, что материалов нет, и как это правильно детям подавать, не совсем ясно, не совсем понятно. Поэтому мы, как всегда, вам говорим о том, что до 18 лучше не слушайте даже наш подкаст. Не то, что там смотрите какие-то материалы вообще. Детям-мультики, взрослым подкаст-порно. Вот, я так. Приятно было, да. Разграничиваю, да. В общем, вот такая интересная происходит смена парадигмы в историческом контексте. Конечно, это далеко не все, это не прям суперглубокий анализ, весьма такой поверхностный аудит с интересными фактами. Но мне интересно вообще, как вот, да, что вот жили-жили люди, было такое разнообразие контента, такое разнообразие вообще мыслей, идей. В поведении, да. Да, каких-то, может, даже и психологических, в том числе философских концептов. А потом в один момент раз, кто-то решил, что... Это нельзя. Это потребство. Да, и просто стерли, да, как-то забыли, и потом оно, конечно же, все сплыло, потому что тайна всегда становится явной. Поэтому все эти ваши секреты мы быстренько рассекретили и в интернетах опубликовали. Вот. А можно последний инсайд за сегодняшний выпуск? Давай. Поделись, да, с чем ты уходишь с этого выпуска? Я ухожу с благодарностью к тебе. Да, мы просто, знаешь, опять же, я Пашу притащу сюда, сейчас скажу, мы с Пашей каждый раз приходим на готовенькое, и как-то из-за недели в неделю ты готовишь выпуски на какие-то разнообразные темы, вообще никак не связанные друг с другом. Как ты это делаешь? И большая благодарность, что снабжаешь нас контентом, слушателей, информацией. Это нихуя себе как важно. Спасибо, спасибо. Как сказал, как сказал. Просто сладкоголосый дьявол, не знаю. Даже они не задумываются. Выпить захотелось. Знаешь, я как тот человек на юбилей, я просто присоединяюсь к предыдущему анатолу. Ко всему, может быть, сказанному. Счастья, здоровья. Всего наикращего. Да, ну, в общем-то, у меня все. У меня все. Да, у нас тоже. Да, будем, наверное, тогда прощаться, да? Угу. Хорошо. Это был подкаст «Порно». Развлекательный проект о порноиндустрии. И в студии с вами были Даша, Паша и Денис. Всем пока. Пока-пока. Счастливо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова